Здравствуйте! Мы продолжаем наше мировое турне вместе с гоночной командой G-Drive Racing. Сегодня мы приехали в далекую Бразилию на четвертый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость на легендарный трек Interlagan. В наших репортажах мы стараемся рассказать об основных аспектах автогонок, находясь прямо внутри команды. И сегодня речь пойдет о железном сердце этого спорта – автомобиле. В этом году G-Drive Racing использует французский спорт-прототип Орико 03. Это совершенный инструмент в борьбе за победы на этапах чемпионата мира. В движение эту машину приводит двигатель Nissan V8 объемом 4,5 литра. Мощность мотора регулируется регламентом. На задние колеса возможности двигателя передает секвентальная коробка передач. Она сильно отличается от той, что ставят в обычные дорожные машины. Передачи переключаются только последовательно и невероятно быстро. А для смены ступеней гонщик использует подрулевые лепестки. Спорт-прототипы, такие как Орико, значительно быстрее обычных гоночных автомобилей класса GT, вроде этого Aston Martin или 458-й Ferrari. Козырь прототипа в том, что он легкий, и его кузов на скорости создает огромную прижимную силу, позволяя машине быть невероятно быстрой в поворотах. Все кузовные панели изготовлены из легких и прочных композитных материалов. Любопытный момент, но кузов не окрашивают, а обклеивают тончайшей пленкой. Все для экономии веса. Чтобы машина была быстрая на всех трассах, вне зависимости от конфигурации, в нее уже на стадии разработки закладывают широчайшие возможности по настройке. Тут регулируется практически все, начиная от аэродинамических элементов, например, угла атаки заднего антикрыла, и заканчивая передаточными числами коробки передач для оптимального разгона. Характеристики машины сильно зависят от того или иного автодрома. Интерлагас – очень требовательная трасса в плане настроек автомобиля. Это очень техничная трасса. В первую очередь здесь мы обращаем внимание на мощность двигателя и на прижимную силу. По сравнению с предыдущими трассами по ходу чемпионата, тут важно найти компромисс между высокой прижимной силой в Сильверстоуне и, наоборот, очень низкой вниманием. Правильные настройки автомобиля – залог успеха, особенно в таком конкурентном чемпионате, где техника очень близка по характеристикам из-за строгого регламента. В зависимости от настроек, казалось бы, одна и та же машина может ехать совершенно по-разному. Чем больше мы ездим по гоночному треку, тем лучше зацеп. Соответственно, настройки автомобиля, они постоянно меняются. От первой сессии до третьей у нас кардинально другая машина. А уже когда мы идем в квалификацию, мы делаем специальные настройки, потому что износ резины будет намного сильнее. Разумеется, безопасность пилотов превыше всего. Гонщик сидит в монококе – прочнейшей капсуле, которая интегрирована в шасси. В случае серьезной аварии на высокой скорости, даже если машина полностью разрушена, монокок остается целым. Несмотря на то, что рабочее место пилота не может похвастаться простором, конструкторы компании «Орика» уделяют большое внимание удобству гонщика. В бокпете все кнопочки расположены таким образом, чтобы пилоту было удобно, он не отвлекался во время гонки. Вот эта кнопка, например, отвечает за подачу воды в шлем, вот эта за связь с боксами, а вот эти два переключателя позволяют гонщику управлять трекшн-контролем и двигателем прямо на ходу. Список автомобилей чемпионата ВЭК наполовину состоит из порт-прототипов двух классов, а наполовину из автомобилей класса GT. Стартуют все вместе. В «Интерлагасе» наш экипаж выиграл квалификацию и отправился в гонку с первого места. По ходу заезда Роман Русинов, Майк Конвей и Джон Мартин безукоризненно отработали свои смены и доминировали на протяжении всей гонки. Команде удалось разработать правильную тактику и избежать неполадок с машиной, а пилотам комфортно контролировать отрыв от преследователей. Закономерный результат – победа. Первая для российской команды в чемпионате мира.